В эфире телеканала «Север» программа «Актуальное интервью» в студии Алины Волчейской. Здравствуйте! 13 сентября 1930 года на аэродроме в районе платформы Ухтамская Казанской железной дороги в небо поднялся первый советский геликоптер, который был сконструирован Алексеем Черемухиным. Именно с этого экспериментального полета начнется новая эра в мировой авиации. А спустя десятки лет 15-кратная рекордсменка мира по вертолетному спорту Инна Капец выступит с инициативой учредить к этой дате профессиональный праздник – День вертолетной авиации. Для Ненецкого округа, как и для всего Заполярья, эта отрасль очень важна. И сегодня в нашей студии два аса – профи в летном деле, командир летного отряда Наринмарского объединенного авиаотряда Игорь Образок, а также председатель Совета профсоюза летного состава Наринмарского объединенного авиаотряда, член президиума профсоюза летного состава России Александр Король. Здравствуйте! Рады видеть вас в нашей студии. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, по поводу этой инициативы. Знаю, Александр, что вы входили как раз-таки в группу, да? Да. Дело в том, что Инна Андреевна Капец действительно очень живая, энергичная женщина. У нее действительно очень большое количество мировых рекордов, в том числе она была первым командиром полностью женского экипажа вертолета Ми-26. Вот она сейчас на пенсии и продолжает вот этот праздник вводить в жизнь. То есть есть инициатива, с ее стороны в первую очередь исходящая, внести этот праздник в государственный, в календарь государственных праздников. Знаете, таких праздников достаточно много, когда вот, предположим, мы празднуем день флота общего военно-морского, а ведь есть еще и праздник каждого отдельно флота по морям, по океанам, да? И то же самое, как праздник, предположим, 23 февраля, так же у каждого рода войска есть свой праздник отдельный. Ну и мы считаем, что действительно вертолетная авиация отдельно заслуживает своего праздника, потому что вертолет, он, ну, значительно отличается от самолета. Пилот вертолета — это человек с совершенно другой философией. Ну, чем отличается, вот для людей, не сведущих, да, ну, кажется, вертолет, самолет летает и тот, и тот. Вот в чем разница принципиальная? Принципиальная разница? Ну, это аэродинамически совершенно другая история. То есть, если самолет создает подъемную силу крыло, вот, и там определенные силы и моменты действуют в полете, то вертолет, это полет на вертолете можно сравнить с постоянной борьбой с этими силами и моментами. Любое изменение режима требует значительных действий и серьезных управляющих моментов. Ну, я не случайно в начале нашей передачи сказала, что у нас в студии АС, да, и профилетного дела, потому что не раз мы делали материалы про, как вот про вас, Александр, так и про Игоря Викторовича. Знаю, что на вашем счету очень много спасательных операций в море. Было такое дело. Ну, я хочу немножко добавить, Александр, вертолет – это нечто уникальное творение человека. Я бы его назвал, это самый лучший внедорожник в мире. Вот так, как ласково его обзовем. Сходство вертолета и самолета лишь только в том, что и тот, и другой – это аппарат тяжелее воздуха, который поднимается в небо за счет взаимодействия с тем же самым воздухом. Но принципы управления самолетом и вертолетом совершенно разные. И задачи, которые выполняет самолет, и которые выполняет вертолет, совершенно разные. И вы в начале передачи правильно отметили, что с появлением вертолета началась новая эпоха. И эта эпоха еще будет очень долго продолжаться. Потому что без вертолета не жить не только на Ренмарскому округу. Без вертолета не жить России и всему миру. А уж Россия, тем более, в такой огромной стране, без вертолета, и с таким огромным севером без вертолета просто не обойтись. Поэтому я с такой любовью всегда говорю о вертолете, о том, что он умеет, о том, что может пилот хорошо, профессионально подготовленный сделать на этой машине. Это уникальная вещь. Ну вот недаром в кругах авиации говорят, что кузница профессиональных летчиков – это север. Потому что здесь, ну, не мне, наверное, да, вам рассказывать, что это и погода достаточно непредсказуемая. Вот расскажите немножко о работе в условиях Крайнего Севера, полярной ночи и почти круглогодичного присутствия снега. Вы знаете, по всей России появилось такое понятие – Наринмарская школа. Не имеется в виду школа образовательная, а Наринмарская летная школа. И все Наринмарские летчики об этом знают, и им очень приятно, что по всей России идет такая молва. Это не сказка. Это на самом деле так. Я не знаю, почему так случилось, но вот эта школа родилась давным-давно. Здесь появились какие-то уникальные люди, какие-то первые вертолетчики такого класса, которые понимали, что это такое. И они передавали со всей строгостью и в то же время с этой любовью свой опыт молодым вторым пилотам. Помогали им стать командирами, помогали им стать инструкторами, помогали им стать учителями будущих поколений. И вот мы с Александром продолжаем нести вот эту вот традицию сохранения Наринмарской летной школы. Ну вот в чем заключаются вот эти секреты? Как вы учите ваших, получается, подопечных? Как передаются? То есть у вас, я знаю, что вообще работа пилота это постоянное обучение чему-то, да? Это правда. Я бы сказал, не только пилота. А доктору разве нельзя постоянно обучаться? К тому же хирургу или учителю с начальных классов. Все требует и не имеет конца совершенства. Буквально все. А как мы передаем? Расскажем секрет? Конечно. Нет, просто мы передаем это потому, и потому мы ее храним, потому что сами получили то же самое. Это уже мы, можно сказать, не передаем, а храним традицию. Традиция – это дело очень великое. И стараемся, как можем, вот как нас учили, так и мы учим. С той же строгостью, с той же последовательностью, также объясняя, отстраняя от полетов, кстати. Отстраняя от полетов надолго, порой на год. Такое тоже бывает. Бывает. Не совсем от полетов, а от, допустим, человек по возрасту, по всем параметрам, по отходе стать командиром. Можно делать из него уже командира воздушного сутка. Но во время зачетного упражнения что-то пошло немножко не так. Не опасно. Ну, немножко не так. Не так, как должно быть. И мы им говорим, я в частности говорю, полетай вторым пилотом еще годик. А для того, чтобы ты что-то понял, вот тебе командир, более опытный инструктор, и инструктор этому ставится задача. Что вот этот вот конкретный второй пилот ровно через год должен мне или вот Александру показать полет такого уровня, чтобы у нас не возникало сомнений, что ты будущий командир. А так и происходит. Кстати, так было и со мной. Да вы что? Да. Я знаю, что у вас вообще очень интересная история. Вы, по-моему, военный летчик изначально, да? Закончили Сызранское, насколько я помню, училище. Вот мы недавно интервью как раз писали. Расскажите, почему вообще вы пришли в авиацию? Как так получилось? И почему военная авиация сначала была, не сразу гражданская? Ну, путь мой в авиацию был, наверное, просто и предначерта. У меня, я родился в семье летчика, король Владимир Акимович летал здесь в авиаотряде. Я родился в семье летчика. Я занимался в дельтаклубе «Алим». Спасибо братьям Орловым, Сергею Владимировичу, Владимиру Владимировичу Орлову. Занимался в дельтапланерном, парапланерном, спортом. Ну и, соответственно, поступил в летное училище. Почему военное? Ну, я поступал, это был 96-й год, это было очень достаточно давно. Очень сложный этап в жизни страны был. Для всех было это очень тяжелые времена. Ну и военное училище предоставляло возможности обучения, полного пансиона, с проживанием. И параллельно получал высшее образование. Это военное училище, все с высшим образованием. Поэтому я благодарен судьбе, что мне повезло закончить Сызранский военный авиационный институт. А поступали мы в Уфу в свое время. Ну а чем отличается военный летчик от гражданского? Есть какие-то принципиальные различия? Или это только статус, так скажем, что либо не военный, либо не гражданский? Нет, ну конечно есть. В военном училище, военных институтах гораздо больше дисциплин, связанных непосредственно с тем, что человек военный летает все-таки на боевой технике. Его задача применять и авиационное вооружение, знать тактику войск своих и прочие истории. Поэтому, конечно же, есть отличия. Это безусловно. Но придя после военной авиации в гражданскую авиацию, я понял, что это совсем другая история. Что здесь значительная ответственность лежит на самом пилоте, на самом командире воздушного судна, который должен принимать самостоятельные решения, начиная с принятия решения на вылет. То есть если в армии тебе отдают приказ, ты идешь и его выполняешь. Что здесь командиру воздушного судна самому приходится с утра принимать решение. У нас так и происходит. То есть командир эскадрильи назначает тебя на рейс, ты приходишь, все, тебя больше никто не трогает. Ты самостоятельно принимаешь решение о вылете и несешь всю полную меру ответственности за выполнение этого задания. Безусловно, для этого нужен определенный серьезный опыт, который приобретается здесь. И чтобы вырастить командира, нам требуется около 10 лет. Человек, придя вторым пилотом к нам, чтобы стал командиром, вспомним опять военную терминологию, как ракета, выстрелил и забыл. Чтобы можно было его назначить на рейс и больше с ним не возиться и не нянчиться, как у нас говорят. Значит, вот это проходит около 10 лет, когда командир уже становится командиром со всеми допусками, с минимумом, с собственным мышлением. Он становится человеком, которому можно доверить уже второго пилота на воспитание, на обучение. Достаточно большой происходит период. Игорь Викторович, ну вот Александр сказал, что он учился в 96-м году, да, поступил. Знаю, что вы в это время уже работали здесь, в Наринмаре, да? Да, я уже работал в Наринмаре с 85-го года. Кстати, хочу добавить, что я летал вторым пилотом с Владимиром Кимичем, королем. Ничего себе. Шло время, я стал командиром, потом командиром звена, потом заместителем командира летного отряда. И будучи еще командиром звена, я уже летал проверяющим у Владимира Кимича, короля. Ничего себе. Ну тут авиация, да, это такая все-таки семейная, наверное, история. И тем более... Поэтому здесь как бы такая целая жизнь уже прослеживается. Здесь в авиации люди, когда, если начинают дружить, то они начинают дружить не то, чтобы надолго, они начинают дружить навечно. Здесь образуются такие взаимосвязи. Ну представьте, да. Я летал вторым пилотом у его отца, потом я летал проверяющим, старшим по должности с его отцом. Теперь его сын мой заместитель. Хорошо же? Да, это вот к слову, наверное, про авиационные династии. И вообще вот, ну сколько раз мы делали материалы, ваши коллеги там, и вы тоже, да, в том числе говорили, что предприятие, вот Наринмарский авиатряд, это такая большая дружная семья, да. Потому что, ну, вы там все между собой, получается, и летный состав, да, там, и те, кто на земле работают, и техники, и там, службы перевозок, вы все между собой взаимодействуетесь. То есть это большой такой механизм. И, ну, на мой взгляд, это достаточно интересная работа. И вот расскажите, пожалуйста, кто может работать летчиком? Как вообще, вот вы, например, как к этому пришли? И, ну, вот если, много же мальчишек сейчас мечтают стать пилотом, да, и не могут определиться, пойти работать там, ну, учиться на вертолетчика, или на пилота самолета, как вот вообще можно определиться? Вы знаете, я хочу с небольшим сожалению, вернем, или даже с большим сожалению сказать, что раньше желающих мальчишек стать летчиком было больше, чем сейчас. Поэтому я, наверное, сейчас сразу же обращаюсь к вам. Ребята, идите в авиацию, у нас очень интересно. Вот те, кто сейчас сидит в 11-м классе, заканчивает школу, сдает экзамены, сдает ЕГЭ, поступайте в летное училище, на вертолеты, на самолеты, куда угодно, приходите к нам, у нас очень интересно. У нас красивая, мужественная профессия. Небольшое такое отступление сделал. А можете пояснить, вот чем все-таки интересна и хороша ваша профессия? Вы говорите, что это красивая, мужественная профессия. Почему? Ну, она требует всего помногу. Не по чуть-чуть, а всего помногу. Здесь требуется хладнокровие, его должно быть много. Здесь требуется усидчивость в процессе теоретической подготовки еще училища. Усидчивость, терпение. Здесь требуется и смелость. Здесь нужно уметь вовремя сказать «нет» самому себе и прекратить нечто такое, что может привести к трагическим последствиям или к неприятностям, каким-то. И просто красиво парить, лететь над землей, смотреть на нее с высоты. На тундру, на наши реки, на наши моря, на наши корабли, которые мы летаем спасать в море людей. К сожалению, часто стали летать. человек заболел, человек получил травму, его надо лететь и поднимать с корабля, доставлять в больницу. с достаточно хорошим взаимодействием, с нашей санавиацией, с КУНАУПСС, с нашими МЧС-работниками. Мы с ними постоянно проводим тренировки. И вот это вот все очень интересно. Вообще интересно жить тогда, когда ты нужен. То есть обретается какой-то смысл жизни, да? Конечно, конечно. Ну, знаю, что это не только спасательные операции, у вас всякие там были ученые, да, летают, вот тоже интересно. Какие-то факты. Расскажите из вашей жизни, да, какие-то примеры интересные. Ну, по ученым это у нас Александр, специалист. Спасибо. Да, действительно жизнь интересная. Без вертолета никуда. Научные экспедиции. Вот мне посчастливилось в моей жизни, в моей летной практике участвовать в одной из таких экспедиций. Это экспедиция «Мозаик». У нас была целая группа, значит, из двух вертолетов, из двух экипажей, из инженерно-технического персонала. И мы на научно-экспедиционном судне «Академик Федоров» практически целый месяц провели в Северном Ледовитом океане. Летали с борта этого судна, значит, и чуть-чуть, 300 километров буквально не дошли до полюса. Экспедиция продолжается. Там остался ледокол «Поларштерн» в мороженое. И вот мы были частью этого огромного большого международного дела. И да, вот выбор ученых пал на Наридмарский объединенный авиаотряд. В отряде нам посчастливилось, что именно мы попали в эту экспедицию. Ну, возвращаясь к кадрам, к кадровому вопросу, да. Скажу, да, действительно, работа интересная и насыщенная. Когда ты становишься профессионалом, чего-то добиваешься, здесь есть где себя реализовать. Поэтому, действительно, это не пустые слова, мы зовем и приглашаем к нам на работу. В первую очередь, конечно, тех, кто живет здесь, в Невском автономном округе. И у нас, к великому счастью, с каждым годом все больше и больше становятся ребят из округа, из окружных деревень. И, кстати, это очень высокий показатель уровня образования у нас на селе на самом деле. То есть, ребята спокойно поступают в летное училище, а там требования очень серьезные для поступления и для обучения. То есть, у нас ребят села все больше и больше становятся. Это очень высокий уровень, очень высокий показатель уровня образования у нас. Вот. Ну и приглашая к нам на работу, что еще скажу, да, занимаясь в профсоюзе тоже этим вопросом, кадровым. Да, к великому сожалению, сегодня выходит на пенсию летного состава больше, чем выпускается из летного училища. Да, и тут уже никуда не денешься. Рыночные законы, они такие постулаты, которые будут всегда работать. То есть, чем меньше предложений и выше спрос, тем никуда от этого не денешься. Будет достойная оплата труда. Вот. Ну и, конечно же, помятуя о том, что у нас небо начинается с земли, нам очень важно, чтобы к нам приходили все специалисты. Нам очень нужен инженерно-технический персонал. Да, профессия пилота, она помимо каких-то там волевых, внутренних качеств, еще требует очень-очень хорошего здоровья. Бывает такое, что люди, приходя в авиацию, конечно, хотят стать пилотами, но не всегда это получается. Так вот, работа авиационного инженера, работа авиатехника, она тоже очень важна и почетна. И вот ребята, которые ходили с нами в экспедицию, вот они обеспечили, они смогли обеспечить полностью безотказную работу вертолетов вот там, в этих высоких широтах, обслуживая вертолеты на судне. Все это делалось ими впервые, как и всеми нами все это делалось впервые. Большое им спасибо за это. Поэтому приходите к нам, идите в училище, учитесь, приходите к нам. Сегодня очень важны люди, которые владеют каким-то ремеслом. Вот это летная работа, работа инженеров, механиков, авиатехников, это настоящее ремесло. И плоды своего труда, они ощутимы, они созерцаемы. Ты привез человека, ты свозил пассажиров, слетал по санитарному заданию, кого-то спас. Получаешь от этого удовольствие, от этой работы. Когда от работы получаешь удовольствие, и ты видишь настоящий свой результат, не какой-то там фантастический менеджер, продающий там, не знаю, телевизор или что-то делающий. Это, конечно, тоже нужная работа, но здесь это все виднее, нагляднее, насущнее. И на севере, здесь на севере, да в принципе, как и в большей части, пожалуй, России, и в Сибири, и на Дальнем Востоке, профессия вертолетчика всегда будет востребована. Вот посмотрите, даже сейчас случилась вот эта общая мировая беда, связанная с пандемией коронавируса. Перевозки на самолетах, пассажирские перевозки на крупных лайнерах практически встали. Авиакомпании, мировые компании приостановлены, значит, увольняют сотрудников, отправляют их в отпуска без содержания. Сильно-сильно урезают зарплаты, потому что они просто не летают. У нас вертолеты летают, самолеты летают. Да, есть некоторые снижения там по пассажиропотоху. Было оно, было заметно, потому что люди в отпуск там не летят. Но все равно у нас ни один человек не остался без работы в отряде. Ни один человек не был там вынужден, отстранен от полетов там или еще что-то. Летали все, работали все. Я скажу больше, и был бы здесь с нами сегодня наш командир эскадрилья Олег Александрович Белозеров, он бы подтвердил, что еще и были проблемы с планированием, потому что людей, откровенно говоря, не хватает. Ну, как говорится, не сидим без дела. И вот Юрий Васильевич Бездудный недавно уже анонсировал его идею о создании целевых мест в летных училищах, в инженерно-технических училищах. Мы знаем, что нашему профильному департаменту уже дано поручение разработать эту всю историю с целевыми местами. Приходите, будут стипендии вам повышенные, будет дорога, что-то еще, какие-то проференции это будет разработано только с целью для того, чтобы сохранить то, о чем Игорь Викторович сказал, сохранить преимственность поколений, сохранить нашу школу, это очень важно. Это безопасность полетов, это качество предоставляемых услуг. Поэтому приходите, учитесь. Ну, я бы добавил здесь капельку сожаления, то, что мощностей летных училищ, учебных заведений гражданской авиации их сейчас не хватает. Я не буду сейчас озвучивать, по какой причине эта проблема во всей стране. То есть, Омский летно-технический колледж не способен выпускать сейчас то количество пилотов, которые необходимы стране. Просто не способен. Работа там ведется и персоналом Омского летно-технического колледжа. Я сейчас буду говорить только о нем. Я общался с руководством. Проблемы есть, они пытаются их решить. А проблема заключается в том, что человек, который закончил теоретическую подготовку, ну, например, в 18-м году дай бог начинает летную подготовку дай бог начинает в 19-м, а то и в 20-м. Поэтому ребята заканчивают колледж и потом полтора года просто ждут летные практики. А без летной практики мы их не имеем права принимать на работу. И вот этот ком, он пока он уже не накапливается, он по крайней мере остановился, но он не уменьшается. Проблема остается. Пытаемся ее решать, пытаемся участвовать. Вот с нашим губернатором сейчас уже будем проводить вот такой вот диалог, просить какой-то помощи именно о заключении целевых договоров, чтобы повысить стипендию, чтобы каким-то образом избавить само учебное заведение от каких-то там нагрузок. Это такой сложный трехсторонний договор, он бывает еще четырехсторонним договором. То есть, собственно, сам гражданин, то есть молодой человек, который должен поставить свою подпись в этом договоре учебное заведение, это вторая сторона, третья сторона, это работодатель, тот, кто гарантирует прием на работу, и четвертая сторона, это заказчик. Заказчик может быть администрация Ненецкого округа, может быть и Наринмарский авиаотряд. Это уже мы будем решать эти вопросы впоследствии вот этих всех разговоров об этом деле. Да, ну, в продолжение темы проблем Омского колледжа, я скажу, что они потихонечку начинают на самом деле решаться. То есть, если раньше там вертолетом первоначального обучения должен был быть однодвигательный вертолет, и это были иномарки, со всеми своими вытекающими проблемами, когда особенно наши партнеры, наши потенциальные друзья, которые производят эти вертолеты, начинают включать различные санкции, были действительно проблемы. Сейчас колледж будет переходить на российские вертолеты Ансад, которые, я скажу, достаточно успешно и широко применяются для обучения как раз военных летчиков. В Сызране это вертолет первоначального обучения сейчас, Ансад. Поэтому мы будем надеяться, что у колледжа все наладится. Это проблемы колледжа озвучивались на всех уровнях, всесторонние, потому что летчики все люди неравнодушны, особенно кто давно в профессии находится, и мы стучим во все двери, звоним в колокола, и проблема решается. Проблема в колледже решается. Поэтому будут отлеты, ребята будут летать, будут выпускаться, решается проблема с зарплатами инструкторов, они тоже будут повышаться, чтобы туда привлечь преподавательский инструкторский состав в колледж. Росавиация об этих проблемах знают. Быстро, не быстро все это решится, но это делается. Дальше, значит, работая в профсоюзе, по этому вопросу, по кадровому я имею в виду, существовала у выпускников еще одна проблема, служба в армии. То есть, у Омского колледжа нет военной кафедры. На сегодняшний день профсоюз летного состава отрабатывает этот вопрос через Министерство обороны, через Росавиацию. Значит, мы сейчас добиваемся того, чтобы со студентами этого колледжа проводились военные сборы. Сборы в период их каникул. То есть, семестры учишься, на каникулы поехал в военный лагерь. Значит, будут проводиться сборы и после чего к выпуску там будет воинское звание запаса даваться и человеку не придется уже идти в армию. Потому что, по сути, пилот и так уже профессия достаточно такая дисциплинированная, все в форме, все это резерв кадровый для вооруженных сил. И немножко было действительно непонятно. То есть, человек выучился, а потом мы его отправляем в армию, потом он год служит в армии, приходит, ему опять все вспоминать, он только-только закончил училище. Было не очень удобно для всех. Поэтому этот вопрос тоже решается в службе в армию. У нас, к сожалению, заканчивается время. Вот в завершении, если вот вдруг нас посмотрят, родители или ребята, которые хотят стать пилотами, что бы вы им посоветовали? Может быть, подтянуть здоровье? Какие дисциплины, какие дисциплины сделать упор вот именно школьники? Есть две проблемы, которые озвучивал нам директор колледж-омск. Ребята проходят медкомиссию, крепкие здоровые, но не тянут теории. Ребята приходят четко, математика, физика, но не тянут физподготовку. Поэтому, конечно, здоровье для летчика очень важная вещь. Безусловно. Безусловно, важны знания. В первую очередь, математика, физика, геометрия и физическая подготовка нужна. Не надо там ставить никаких рекордов. Нужно уметь подтягиваться, пробежать трешку, пробежать 100 метров. Обычные физические нагрузки для обычного, здорового, нормального парня. Ну, я добавлю, желательно, конечно, чтобы летчик был всесторонне развит. Почему? Потому что ему приходится общаться с различными пассажирами, с различными заказчиками, с учителями, с докторами, со спасателями, с учеными. Поэтому, чтобы с учеными о чем-то поговорить, надо хотя бы иметь представление, о чем они. Люди поехали в Ледовитый океан, на судне ледокольного класса, в экспедицию. Я абсолютно уверен, что Александр Владимирович абсолютно понимал, чем занимаются люди, на корабле, и для чего они туда пошли. Не просто он там летал с корабля и возвращался на корабль, а он понимал всю задачу. И он выполнял эту задачу, ту задачу, которую ему стоял капитан судна. И они друг друга прекрасно понимали. Поэтому пилот должен быть всесторонне развит. Не на рекордные какие-то высоты, но тем не менее всесторонне. в том числе русский язык, литература, история. Поэтому учитесь. Учитесь, радуйте родителей, радуйте учителей и приходите к нам в авиацию. Александр Игорь Викторович, я благодарю вас, что вы нашли время и посетили нашу студию. Напомню, гостями нашей студии стали командир летного отряда Нарьинмарского объединенного авиаотряда Игорь Образок, а также председатель Совета профсоюза летного состава Нарьинмарского объединенного авиаотряда, член президиума профсоюза летного состава России Александр Король. Я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok